Привет, привет, друзья! Меня зовут Константин Герасименко. Я руководитель Академии ЦИСКО при Национальном техническом университете КПИ. Это, собственно, в Украине, в Киеве. Сегодня мы начинаем онлайн-трансляцию, которая будет посвящена карте сертификации. Собственно, расскажем о портфолио курсов, как какие курсы проходить, ну и, собственно, какие возможности, собственно, этой сертификации. Снова здравствуйте! Привет, привет! Мы починили наш Wi-Fi. У нас просто стены бронированные, 60 сантиметров. Wi-Fi их, к сожалению, не берет, поэтому приходится пробивать эти вот стены Wi-Fi. Это круто! Круто! Картинка, надеюсь, лучше. Напишите, коллеги, пожалуйста, откуда вы. Откуда вы напишите, будет очень интересно. Хочу знать, откуда вы. И напишите плюсики, если вы нас хорошо слышите. Да, как слышно, коллеги? Ставрополь Плюс, Ирпень, Киев. Все слышат хорошо. Спасибо, спасибо, друзья. Ну что, давайте начинать портфолио курсов. В Академии ЦИСКО много курсов. Есть важный нюанс, что большинство из них нужно проходить последовательно. Почему? Потому что есть знания, на которых что-то опирается. Ну, например, вы не можете изучать, скажем, IP-телефонию, если вы не знаете, что такое Виланы и так дальше. Почему? Потому что в IP-телефонии нужно уметь делать приоритизацию, нужно уметь настраивать эти Виланы. Квоз, квалити от сервис настраивать и так дальше. Поэтому большинство курсов идут друг за другом. И, соответственно, сегодня мы поговорим о том, как эти курсы идут друг за другом. Начинаем мы с курса основы IT. IT Essential. Это курс фундаментальный. Он посвящен программному, аппаратному и программному обеспечению компьютера, мобильного устройства, планшета, телефона. Соответственно, на этом курсе изучается, что такое процессор, материнская плата, память, как сделать это все друг с другом совместимым, как правильно купить это все, как правильно собрать. Вторая часть – это операционные системы. Мы устанавливаем Windows и Linux, и все это дело студенты учатся. Есть глава большая по сетям, базовая настройка домашних маршрутизаторов. Плюс изучается виртуализация, такая как VMware, VirtualBox, KVM под Linux. Собственно, это курс основы IT. Он у нас начинается с самой первой. Значит, IT S&Tals. Значит, это курс основы IT. Абсолютно все курсы в Академии ЦИСКО, они заканчиваются сертификацией. Что это означает? Это означает, что вы учите, мы вас готовим, вы учитесь. И третья сторона – это центр сертификации, который у вас принимает экзамен. Соответственно, курс IT Essentials заканчивается экзаменом А+. И, соответственно, после этого вы можете работать с системным инженером, например. Но как-то так складывается, что в Восточной Европе, в нас здесь, эта сертификация не очень популярна, ввиду того, что очень много доморощенных айтишников, которые говорят, «Да, ну, блин, какая сертификация, я и сам тебе могу установить Windows». Вот и все. Поэтому у нас как-то это не очень ценят. Если же мы возьмем Европу, там вы вообще не устроитесь на работу. Элементарно устанавливать Windows, ставить антивирусы, чистить компьютер от пыли, если у вас нет этого сертификата А+. Собственно, дальше. За курсом IT Essentials идет курс, который называется CCNA. Это расшифрован данность, сертифицирован ЦИСКО, специалист по сетям. Routing Switching этот курс называется, он обновился, совсем недавно обновился. Соответственно, что там изучается? Изучается полностью все, начиная от самых простых вещей, что такое сеть, что такое обычная витая пара, и заканчивая в четвертом семестре, в четвертой части CCNA, уже сейчас изучается BGP. Да, коллеги, изучается BGP. Quality of Service добавился. Это все есть уже в курсе CCNA. Routing Switching. Да, Routing and Switching. Соответственно, в нем, в курсе CCNA Routing and Switching, 4 семестра, 4 части. Каждая занимает 70 учебных часов. Да, это много. Но поймите, вы после этого можете работать инженером, сетевым инженером, без проблем сможете администрировать все, все, абсолютно все, что связано с сетями. Так вот, 4 части. Две из них фундаментальные. Значит, это две части фундаментальные. Соответственно, после этих первых двух частей, вы можете сдать экзамен ICND1-100-105 и, собственно, получить сертификат CCNT. Это половинка CCNA. Значит, CCNT, половинка CCNA. Дальше. Вы учите еще два семестра CCNA. Сдаете экзамены ICND2. И, собственно, после этого происходит у вас CCNA. Вот так вот это дело все организовано. Так вот, поступал вопрос. Сколько стоит CCNA сертификация? Значит, буквально на прошлой неделе CCNA подняла цену за сертификацию. Теперь он стоит там не 300 долларов, а 320. Деньги за сертификацию вы платите ни мне, ни нам. Деньги платят за центру сертификации. Почему сертификаты CCNA ценятся? Потому что есть трехсторонние отношения. Есть я, например, инструктор. Есть вы, например, студент. И есть третья сторона. Это компания Personvue. Это центр сертификации. Соответственно, мы вас учим, вы учитесь, а экзамен уже сдаете компании Personvue. Так вот, мы официально от ЦИСКи можем вам предоставить скидку до 75%. Соответственно, как это все происходит? Вы учитесь, сдаете маленькие внутренние экзамены после каждой главы. А после этого получаете рейтинг. Рейтинг формируется с рейтинга скидка. И, собственно, идете в центр сертификации и там сдаете экзамен. ICD-1 на CCNT или ICD-2 на CCNA. Таким образом, вам дешевле у нас учиться. И ситуация будет под контролем. Почему? Потому что вы видите, вы сдаете экзамены. Вы отвечаете на те же вопросы, которые будут в центре сертификации. Каждый экзамен можно сдавать трижды. Чем лучше сдаете экзамены, тем больше скидка. Вот, собственно, в чем суть нашего успеха. В том, что вот таким вот образом построена работа конкретно с вами. Так вот, после ESSENCHAL идет два семестра CCNA. И сертификация CCNT. CCNA. Собственно, два штуки. Первый плюс второй части. И они заканчиваются сертификацией CCNT. Значит, вот здесь сертификация А+. Я буду писать, чем заканчивается каждый. Если у вас есть вопросы, которые касаются именно CCNA, вот мы сейчас говорим о CCNA, задавайте свои вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста, вопросы без проблем, мы вам с этим делом всем поможем. Так вот, это CCNA. Дальше, это дело все делится раз, два, три, четыре, пять на шесть частей. Ну вот, первая часть, она так и будет продолжаться, собственно. Это следующая часть по CCNA. CCNA. Раутин и свечин. Собственно, это часть три плюс четыре. Соответственно, здесь... Три плюс четыре. Три плюс четыре. Здесь вы сдаете экзамен ICND, ICND2 и получаете свой сертификат CCNA. То есть, вот такой вот принцип вот этого вот дела. То есть, это по направлению раутин и свечин? Да, это раутин и свечин. Это классическое, то, что связано с маршрутизацией, с коммутацией. Это флагманский курс. И, соответственно, после него, после полностью пройденного раутин и свечина, вам становится доступный CCNP уровень, например. Но после CCNT вы можете отделиться. Например, вот сюда. Кроме этого, кроме CCNA, есть еще курс, который называется CCNA Security. Так вот, он становится доступным после курса, после двух частей CCNA. Такой важный момент. Вот сегодня буквально парень звонил с Азербайджана и спрашивал, можно ли получить, пройти CCNP. Значит, мы можем вам вычитать все, что угодно. Кидануть, поверьте, есть куча способов. Что-то лаги какие-то. Коллеги, вы нас слышите? Ми-ми-ми, до-до-до. Напишите плюсик, если слышите. Как слышно. Прием, прием. Профессор Лопух, как слышно? Так, есть лаги или нет? Ответьте, пожалуйста. То мы переживаем, чтобы вы все слышали. Все нормально. Спасибо вам большое. Спасибо. Так вот, можно ли пройти CCNP, не имея CCNA? Дело в том, что, коллеги, мы вам можем вычитать все, что угодно. Но вы себе не сможете назначить экзамен, где? На сайте VUE.com, в компании PersonVUE, вот в этой третьей стороне. Если у вас нет CCNA, понятная идея, да? То есть, вы можете начинать изучать курс CCNA Security. То есть, дальше у вас здесь идет CCNA Security. И, собственно, он заканчивается тоже сертификацией. Какой? CCNA Security. Вот такая вот штука. Значит, дальше. Кроме этого, есть еще курс, который называется CCNA Wireless. Он посвящен беспроводным технологиям. Кто-то скажет, да ну, Wi-Fi любой лох может настроить. Да, я с вами согласен. Но какой Wi-Fi? Давайте разобраться в более детали. В CCNA Wireless изучается Wi-Fi уже достаточно крутой. Крутой Wi-Fi. Ну, например, с роумингом. То есть, когда у вас есть куча-куча точек доступа. Они объединяются в общую единую сеть. Есть Wireless контроллер, есть контроллер беспроводных точек доступа. И вы настраиваете Wi-Fi таким образом, что у вас есть роуминг. Вы можете ходить, ходить по офису, подниматься на разные этажи. И при этом у вас связь не разрывается вообще. И это прикольно, это классно. Собственно, это изучается в курсе, который называется CCNA Wireless. То есть, еще одно направление есть. Это Wireless. Коллеги, если есть какие-то вопросы про Security, про Wireless, про Routing and Switching, пожалуйста, пишите в чат, мы на все ответим. Значит, следующий курс, о котором я хотел рассказать, называется курс, который называется «Дизайн и архитектура». Это курс CCDA. Cisco Certified Design Architecture. Цены на эти курсы, пожалуйста, заходите на наш сайт. Напишите, пожалуйста, наш сайт там в уголке. Да, это же наш сайт. edu-cisco.org На сайте есть раздел курсов. Да, все есть на сайте. Если там нету каких-то курсов, бывает такое, что кому-то нужно что-то специфическое, вы можете просто запросить, и мы для вас это сделаем. Сколько времени изучается каждый из курсов? В основном, ну вот такой западный стандарт есть, что ради курса 70 учебных часов. Если учиться нормально, качественно, что значит качественно? Теория, практика, экзамен, это занимает в среднем 2 месяца. То есть 2 месяца занимает, ну, можно учиться быстрее. Но есть ли смысл, да? То есть вы сдаёте экзамен после каждой главы, и вы видите результат, фидбэк. Есть обратная связь от вас, и, соответственно, можно чётко сказать, что вы знаете, что вы не знаете. Может быть, что-то нужно подтянуть. И это очень классная система обучения. Ещё вопрос был. Можно... Что делать, если профукал скидку от Академии? То есть из-за времени как-то профукал его. Значит, если вы профукали скидку, напишите нам, пожалуйста, в личное сообщение, или вот мы вам поможем её вернуть. Если вы её не запрашивали, есть способ, я не говорю пока как, вот, ну, почему бы, потому что скидки, они как бы там контролируются жёстко. Есть способ, как можно её запросить ещё раз. Напишите, мы вам поможем, у вас будет скидка. Вот Станислав спрашивает, одна глава 2 месяца, это 1 семестр. Один семестр, одна часть CCNA, это 2 месяца. Всего в CCNA 4 части, но после двух частей, после фактически двух частей, вам становится доступно CC ENT, и вы можете потом уже отделяться, например, в безопасность. Кстати, идите в безопасность. Почему? Дело в том, что к 2020 году нужно 2 миллиона специалистов по сетевой безопасности. Их просто нету. Просто нету. Вот, ну, просто бардак такой, настолько большой, вот, вообще, с безопасностью, что просто ужас. Вы знаете историю с Хиллари Клинтом? Слышали, да? Вы знаете, какой у неё пароль стоял на почте? Кто знает, какой пароль был у Хиллари Клинтом? Напишите, какой пароль был. Так, хакеры, признавайтесь, какой пароль был у Хиллари Клинтом? Кто знает? 1, 2, 3? Нет, нет. Чуть посложнее. Но что-то вот близко к этому. Близко. Есть ещё варианты? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пассворт. Да, правильно, значит, пассворт. Артём, да. Артём, вы правы, пароль Хиллари Клинтом был пассворт. Вот такая вот безопасность везде, да? То есть, вы можете представить, что будет дальше. Если началась всякая интернет вещей, всё подключается к сети, как это будет всё хакаться. Об этом изучайте системные секьюрити, курс очень перспективный. Дальше, что я хотел рассказать, это курс CCDA, Cisco Design Architecture. Это курс, который посвящён планированию, как правильно делать проекты, как правильно это всё дизайнить. Как делать проектирование, да, то есть, как нарисовать правильно топологию сети, физическую, логическую, как правильно подобрать устройства, как настроить между ними взаимодействие, как сделать ту же политику безопасности для всей этой штуки. Этот курс называется CCDA, дизайн и архитектура. Собственно, я его рекомендую девушкам. Да-да-да, девушки, если есть, привет. Почему я вам рекомендую дизайн и архитектуру? Курс очень прикольный. Не нужно тягать провода, не нужно носить эти маршрутизаторы, коммутаторы, это всё тяжело, стойки и так дальше. Вы можете сидеть где-нибудь на Кипре, у меня знакомая уехала, она сидит на пляже и она дизайнит. Зарплата 5000 долларов, вот да, коллеги. Вот здесь вот зарплата начинается с 5000 долларов, дизайн и архитектура. При этом, ну то есть сидеть и рисовать, это дизайнить, архитект, ну понятно, это всё нужно оформить, это проект, это книжка должна получиться по какой-то там сети, то, что вы планируете. Но тем не менее, не нужно ничего носить. Вот, вы спокойный как удав, можно быть беременной, можно рожать детей, заниматься семьёй, мужем. Там Роман пишет, что я сегодня по столбам уже налазился, вот. Вот, вот, Роман, переходите в CCDA, очень прикольно и платят не меньше. И не придётся лазить по столбам. Никаких столбов. Значит, дальше, после CCDA есть очень интересный курс, который называется CCNA Collaboration. Значит, курс Collaboration, откуда он появился? Ссылка, что указано в углу доски, EDU, там не M, там EDU, там U. Это U. Да, U, U. Education, yes. EDUMS.org. Так, продолжаем про CCNA Collaboration. Да, CCNA Collaboration. Дело в том, что раньше был курс, который назывался CCNA Voice, отдельно был курс CCNA Video. Всё это IP-телефония, да, то есть в народе это называется IP-телефония. Дальше, сейчас эти курсы буквально в прошлом году объединили, и сейчас курс называется CCNA Collaboration. Этот курс фактически посвящен не просто IP-телефонии, а он посвящен видеотерминалам, как внедрить видео. Вы знаете, что в Cisco уже нету IP-телефонии. Кто вот, может быть, там вот, только что говорил о том, что есть инженер, а по IP-телефонии нету. В Cisco нету IP-телефонии классической. Это уже видео, видеотерминалы, это телепрезенс и так дальше. IP-телефония классическая, она осталась в Астерийске. Вот там всё это дело осталось. Сейчас это видео, всё видео. Поэтому новый курс называется CCNA Collaboration. Он состоит из двух частей. Не помню, там номера экзаменов. Ну и заканчивается, там два экзамена нужно сдать, и заканчивается всё сертификацией CCNA Collaboration. Вот, кстати, нам необходимо пару студентов, буквально два есть. Один парень есть, Сергей из Канады, с Торонто, я передаю привет в Торонто. Второй парень есть из Казахстана, Алмата, привет. Вот, нужно ещё два человека, чтобы начать курс по IP-телефонии. В Нарене или CCNA Collaboration. Если есть желающие, обращайтесь. Очень прикольные вакансии. Ну, например, вот здесь вот в Киеве, несмотря на то, что у нас тут с зарплатами не очень хорошо, есть вакансии по CCNA Collaboration от 5 до 10 тысяч долларов. Почему так много платят? Дело в том, что много очень аутсорсинговых компаний. То есть здесь, в Украине, там, или в России, или в Казахстане сидят программисты, они что-то ходят, но head-офисы, главные офисы находятся в Европе, в Америке, и, соответственно, нужна связь. Нужна не просто связь, она должна всегда работать, должно работать видео и так дальше. Поэтому you welcome, ждём вас на этот выпуск. Да, Даниил спрашивает, что нужно сделать? Я хочу. Я хочу, у вас должно быть хотя бы 2 семестра CC ENT, то есть 2 семестра CCNA, вам нужен CC ENT. После этого можно начинать CCNA Collaboration. И если у вас уже есть... Если есть, то you welcome. Да, то на сайт заходите и подавайте заявку. Да, подавайте заявочку и, собственно, будем начинать. Что ещё интересно, коллеги? Лабораторные, вы скажете, как будем делать лабораторные? Их можно делать удалённо. Удалённо это несложно. Плюс ко всему, трансляции, практики мы все и так транслируем. Всё есть в записи. Плюс вы и сами сможете настроить. Это не так уж сложно для того, чтобы... Есть программные IP-телефоны, вы знаете, да? То есть не обязательно вот... То есть вы скажете, как я буду брать трубку, если я в Казахстане? Очень легко. Вы ставите программный телефон, и он у вас светится, горит. Точно так же поднимаете трубку, как и обычные. Дальше. За CCNA Collaboration есть курс, который называется CCNA Data Center. CCNA Data Center. Собственно, курс, который посвящён чему? Посвящён UCS. Вы наверняка знаете, что компания Cisco производит сервера. Да-да-да, коллеги. Сервера, они мне очень нравятся. Я не знаю, кто работал. Если вы работали с серверами Cisco, с UCS, там, M210, 220, 230, напишите. 240-ые, очень прикольные. Напишите, как они вам. Я скажу честно. Очень прикольно. Это как Мерседес. Ты садишься, куча всяких кнопочек, няшечек, рюшечек. Вот ты хочешь, чтобы здесь был подстаканник. Нажимаешь на кнопочку, оказывается, там есть подстаканник. Ты хочешь, чтобы здесь был USB-порт. Оказывается, он там где-то уже есть. Вот то же самое касается серверов Cisco. Очень прикольно, очень качественно. Продумано все, до мелочей. Да, дорого. Но начальные сервера недорогие. То есть там сервера, есть сервера, которые начинаются там с 700 долларов. Например, можно купить сервер в Cisco. Это низшая линейка серверов. Самые простые, самые такие вот не крутые, не производительные. Но, тем не менее, тоже они есть, поэтому рекомендую. Собственно, это изучается в курсе CCNA и Tata Center. Так вот, вот эта вот линейка, которая была, значит, еще раз, по линейкам, или сверху курс, который называется «Основы». Дальше. Здесь вот фундаментальный курс. Два семестра CCNA, которые заканчиваются сертификацией CCNT. Это фундаментальный курс уже по сетям. И вот это вот уровень Associate. Это уровень специалиста. То есть вот это вот уровень специалиста. Это основа. Дальше идет специалист. Так вот, за специалистом начинаются курсы, правильно? Профессионал. Профессионал. Уровень Профессионал. Профессионал. Точно так же есть сертификация, которая называется CCNP. Значит, фундаментальный курс CCNP R&S. Раутинг и свитчинг. Собственно, фундаментальный курс по раутингу и свитчингу. Значит, коллеги, нам нужен один человек. Я передаю привет в САМА, да, по-моему. Кто в прошлый раз спрашивал CCNP, коллеги, нужен второй человек, удаленный. Есть один, очень парень просил. Ну вот, но он один, понимаете. И как бы с одним человеком, ну как бы, группа, да, то есть не очень комфортно работать. Если двое, вы можете вдвоем делать лабораторные работы. Удаленно, вдвоем, вместе. И это прикольно. Когда один, ну как бы... Нет нетворкинга. Да, нет работы в команде, нет взаимодействия, нет вот этих софт-скилзов, которые очень важны. Поэтому, кому интересен курс CCNP, готовы начинать хоть завтра. Так вот, фундаментальный курс по сетям CCNP, уровень Профессионал. Там три семестра, три семестра. Три части. Первая часть называется раут, собственно, изучается только маршрутизацией. Вторая часть это свитч, изучается только коммутация. И последний семестр, самый сложный, это трэблшутинг. Это устранение, поиски устранения неполадок. Собственно, у нас есть все три курса, можно их проходить. Как их проходить лучше? На самом деле, не важно, с какого начинать. Можно начинать с раута, можно начинать с свитча. Но трэблшут я вам рекомендую проходить после этих двух. Почему? Там уже поиски и устранения неполадок, там уже нужны знания. Знания по маршрутизации, по коммутации. Потом вы можете уже искать ошибки какие-то и устранять неполадки. Но нужно сначала пройти первые два, раут свитч, потом можно начинать поиски и устранения неполадок. Дальше. По секьюрити. Есть сертификация по секьюрити. Называется CCNP Security. CCNP Security. Собственно, в CCNP Security там четыре курса. Они достаточно тоже по два месяца. Каждый большие, интересные. Вот у нас в этом году будет проходить компания МТС. Вот отправляет своих айтишников к нам на этот курс. И еще одна отсерсинговая компания с Альбовом. Два парня есть. Чудесно, круто. С ними будем VIP-занятия отдельно. Все это дело. Очень перспективный курс. Поэтому тоже рекомендую. Вообще, безопасность рекомендую. Это будущее. Неважно, что там, где там, как там будет. Без безопасности вообще никуда. Потому что паспорт. Кром ставит пароль и паспорт. Понимаете? Поэтому специалисты нужны группы. Дальше. По wireless тоже есть сертификация. CCNP wireless. Единственное, что. Я не скажу, что там CCNP wireless. Честно, не скажу. У нас, к сожалению, этот курс никто не заказывал. Поэтому, что там конкретно. Я его тоже не проходил в CCNP wireless. Поэтому не скажу, что там, как там. Вот. Он почему-то у нас не очень популярный. Дальше. Дальше. По CCDP. CCDP. Что такое CCDP? Это, опять-таки, дизайн и архитектура, только уровень профессионал. У нас тоже это никто не заказывал. Что там конкретно сказать не могу. Значит, по коллаборейшену. Дальше. CCNP collaboration. CCNP collaboration. Это продолжение, собственно, CCNA collaboration. Курс посвящен тонкостям настройки. Настройки видеотерминалов. Настройки IP-телефонии. Настройки взаимодействия между собой. Настройки различных транков. Взаимодействия именно разных систем. Да. То есть, ну, например, у вас там SIP-транк. Есть один, есть другое устройство. Или там SIP-сервер. И это нужно все связать. Нужно настроить кодеки. Грамотно. Так, чтобы это дело все работало. То есть, в основном, курс такой вот в нюансах. В нюансах. Который, собственно, продолжение CCNA collaboration. Дальше. По дата-центру тоже есть курс. CCNP data center. Что так изучается, не знаю. У нас его никто не заказывал. Я его тоже не проходил. Хотя вот по CCNA data center я тоже рекомендую пройти. Потому что, ну, вот, кто настраивал сервера. Там все достаточно. Куча всяких нюансов. Вот. Ну, например, у меня там один коллега, значит, звонит и говорит. Слушай, я, наверное, отформатировал RAID-контроллер. То есть, ему как-то удалось загрузиться. Вот. Загрузиться там с флешки. И куда-то там ставить этот Linux непонятно куда. И он там что-то убил. У него в результате перестал работать. Вообще, BIOS пропал. Вот вы знаете, там BIOS хитрый. Он можно им управлять через сеть удаленно. Собственно, там грузится Java-плет такой. И, собственно, можно все делать через этот Java-плет. В принципе, штука очень прикольная. Поэтому рекомендую это дело проходить. Собственно, дальше линейка эксперт. Ну, я ее писать не буду. Почему? Почему не буду писать экспертную линейку? Естественно, что. Давайте, наверное, CCIE. Значит, CCIE. То есть, каждое направление заканчивается экспертным уровнем. То есть, все эти направления заканчиваются экспертным уровнем. Скажу про CCI round-in-switching. Почему? Это спрашивают. Вот, значит, как его получить уровень эксперт, который по сети, по round-in-switching, по маршрутизации, коммутации. Что там интересного? Дело в том, что... Дело в том, что... Там есть два экзамена. Один экзамен называется теоретический, а второй экзамен практический. Практический. Экзамены проходят в Москве и проходят в Брюсселе. Теоретические экзамены можно сдать в центре сертификации, а практические экзамены принимают раз в году. Это в сентябре месяце. Обычно конец сентября, где-то начало октября. Еще раз в Москве и в Брюсселе. Можно или там, или там. Кому интересно, можете обращаться по мужем с сертификацией. Значит, вот здесь вот, если вы думаете, что очень много CCIE-шников в Украине, ну вот я знал двое. Да, значит, тут вот кризис начался. Один уехал в Москву работать, а с Украины второй уехал в Брюссель. Вот. Вот и все. Собственно, в Украине CCIE-шников нету. Все сбежали. Поэтому, кому интересно, кто хочет получать зарплату от 10 тысяч долларов, хочет крутить землю, тыкать пальцем и ехать туда работать, собственно, это вот CCIE-уровень для вас. Вот. Можно тоже подготовиться. Так, коллеги, вопросы? Да, коллеги, я дошел до конца. Задавайте вопросы. Значит, что я вам скажу. Важно. То, чего мы учим и на что мы очень сильно обращаем внимание. То, что кроме предметной области, кроме вот этих всех сертификатов, то есть все эти курсы заканчиваются сертификатами, очень важно, чтобы еще были soft skills. Что такое soft skills? Это человеческие качества. Вы скажите, что это такое? Это умение работать в команде. Это умение распоряжаться своим временем. Это team-лидерство. Это умение делать pitch. Pitch это такая презентация. Небольшая, чтобы вы могли директору, директору своему, например, по сути, сказать, что мне нужен вот этот сервер. Зачем он нужен? Что вы хотите на нем сделать? Что это будет? Чтобы вы могли сделать маленький проект, посчитать стоимость, цену, чем это дело все закончится, что у него будет. Это тоже навык. Это тоже надо. Так вот, коллеги, мы очень делаем большой упор в этот вот soft skills. Фактически в каждый из этих курсов у нас интегрирован курс по трудоустройству. Что это означает? Это означает, что мы помогаем вам с трудоустройством. Мы помогаем вам с резюме. Проверяем. Рекомендуем, что туда вписать. Что лучше не писать. Какие у вас сильные стороны. Как о них лучше написать. Мы помогаем с поиском вакансий. Не только в Украине. Это и в России, и в Европе. Особенно в Европе очень много вакансий. Сейчас в Европе по сетям 910 тысяч вакансий. Вы только вдумайтесь. 910 тысяч вакансий. Вы представляете, как нужно плужить, чтобы не найти работу? Это надо реально стараться. Так вот, фактически в каждый из этих курсов у нас интегрирован курс по трудоустройству. Таким образом, мы тренируем вот эти софт-скилсы. Мы не даем всю стойку с оборудованием вам удаленно. Мы даем только часть стойки. Одному студенту, а часть стойки другому. В результате, вы будете тренироваться вместе. Вы будете учиться работать в команде. Это очень важно, когда вы говорите «Эй, привет парень, как тебя зовут? А какие у тебя IP-адреса? А какая у тебя маска? А какой у тебя шлюз? А какая там у тебя автономная система?» И так дальше. Для того, чтобы настроить маршрутизацию. И это важно. Вы учитесь работать в команде. То же самое касается остальных навыков. Мы эти навыки, софт-скилсы, прокачиваем. Прокачиваем. В результате, вы идете на собеседование. С вами приятно говорить. Вас берут на работу с руками и ногами. Плюс мы не просто готовим вас к конкретной вакансии. Мы выбираем те вакансии, которые вам нравятся. В результате готовим на конкретные должности. Например, если вы хотите работать в интернет-сервис-провайдере, мы делаем больше упор в то, что важно для интернет-сервис-провайдера. Это виланы, это маршрутизация между виланами. Это там дэш-сипи службы, дэнэс. То есть мы делаем упор больше на вот это. В результате вы идете в ту или в другую компанию, и ваши скиллы реально там прикольные становятся. Вот так вот это дело все построено. Поэтому записывайтесь на обучение. Будем рады всех видеть, слышать. Если есть вопросы, пишите. Если нужны какие-то технические консультации, тоже можно написать вот туда, в коммент. И, собственно, мы для вас можем сделать трансляцию, настройка чего-то. Кто там с чем мучается, пожалуйста, пишите. Я с удовольствием вам помогу. Значит, был вопрос. Если меня интересует CCNA, мне же, надеюсь, не обязательно сдавать IT Essentials. Значит, да, коллеги, если вам нужен CCNA, курс основы IT изучать не обязательно. Но вы должны знать, что такое компьютер. Вы должны знать, что внутри его есть материнская плата, что там есть Windows, Linux, FreeBSD и так далее. То есть вы должны хотя бы владеть вот этими основными частями. Можно начинать, вы скажете, да, можно начинать с CCNA, без проблем можно начинать. Наричкам, да. Собственно, занятия. Как проходят занятия? Теория у нас идет онлайн. Онлайн два раза в неделю. Вечер, вечернее время. Это 20 часов по Москве или 22 часа по московскому времени. Вот. Да, два раза в неделю. Понедельник, среда или вторник, четверг. Вот такое вот время. Ну, опять-таки, время выбираем под вас. Так, чтобы вы на занятия попадали. Смысл такой, что занятия нужно делать тогда, когда вы на них можете попадать. Ну, смысл их тогда делать, если на них никто не ходит. Дальше, практики. Практики обычные. Да. Все наши теоретические занятия, они записываются. Вам будет доступен архив с разными инструкторами. У нас много инструкторов. Со мной, например, и с другими нашими людьми. Они все сертифицированы. Дальше, практики. Практики проходят на оборудовании. Тоже онлайн. У нас есть сайт, который называется lab.edu-sisco.org. lab.edu-sisco.org. Вы можете подключаться удаленно и проходить на оборудовании практики без проблем. Собственно, там на сайте есть календарик. Видно, когда стойка с оборудованием занята, когда свободна. И вы можете это дело все тренироваться. Значит, у нас есть стойка отдельно для CCNA, есть отдельная стойка для CCNP, отдельная стойка для CCNA Security, для Collaboration тоже есть отдельная стойка. Вот поэтому, если вас что-то интересует, пожалуйста, пишите, обращайтесь, мы вам с удовольствием поможем. Вы при КПИ? Да. Сколько времени будет доступна теория на сервере? Значит, коллеги, компания Cisco обещала всем, кто регистрируется в Академии Cisco. Что обещали? У вас будет пожизненный доступ, пожизненный доступ к учебнику. Поэтому, когда вы окочуритесь, не забудьте прислать свидетельство о смерти, для того, чтобы забрали доступ с вашего аккаунта. Значит, еще раз, доступ к учебнику остается пожизненный. Учебник периодически обновляется. Ну, например, в этом году он обновлялся дважды. Соответственно, вы периодически можете туда заходить, через определенное время. И это дело перечитывать, восстанавливать свои знания. Это все доступно по жизни. Сильно ли отличаются CCNA и MT-CNA? Микротик. Хватит. Значит, что такое микротик? Дело в том, что я вот тоже проходил по микротику сертификацию. Она поверхностная. Что означает поверхностная? Ну, например, вы можете взять, посмотреть, что CCNA – это 280 учебных часов. 280. Чтобы вы понимали, сколько это много, у меня вот как преподавателя ставка 350 часов в весеннем семестре за полгода. 350. А CCNA – это 280. Это считайте пол, половину дня, каждый день нужно что-то читать, делать, изучать, лабораторные работы, пересдавать экзамены можно. Это очень много времени. Поэтому изучается все очень подробно, начиная со снов и заканчивая там BGP. Нету, кстати, BGP. У меня есть книжки на русском языке 2013 года, вроде Синди 1-2. 2013 год, вы сами ответили на свой вопрос, как бы. Значит, по поводу 2013 года. В этом году, в этом году вышел новый CCNA. Вы наверняка знаете. У нас учебники обновились дважды. Первый раз обновились 18 мая и где-то 20 декабря. Второй раз это дело все обновилось. Вот поэтому вот такая вот штука. Значит, он, ну, очень быстро все меняется. Поэтому нету смысла учиться в университете. Зачем учиться в университете, когда количество информации удваивается за год? Вы понимаете, за 6 лет, 6 раз все поменяется. А тут вы за 8 месяцев можете изучить там CCNA. Зарплата 2000 евро со старта в Европе. Без проблем. Есть ли помощь для того, чтобы помочь выбрать курсы для ожидаемого результата? Александр спрашивает. Да, можете еще раз. Александр, спасибо за вопрос. Да, мы можем вам помочь с выбором курсов, порекомендовать. Можете позвонить на телефон. У нас есть телефоны. Можете написать на почту, как вам удобно. Можете комментарии оставить. Мы вам ответим личным сообщением. То есть, да, пишите то, что вы хотите. Да, что вас интересует, мы вас ориентируем и по зарплатам, где что, сколько, за что платят, так, чтобы вот... По максимально эффективной обучения. Да, чтобы было эффективно. Может быть, кому-то надоело прокладывать кабеля и так дальше. Может, кто-то хочет там дизайн архитектурой заниматься, бумажки перекладывать. Но, тем не менее, там зарплаты выше. То есть, если я обитаю на задворках вселенной, курсы Сесена я могу пройти удаленно. Как сертификацию сдавать? Искать академию поблизости? Значит, у нас есть студент из Красноярска. Я передаю привет. Правда, у них уже вечер. Или ночь. Или уже ночь даже. А вот он у нас учится нормально, все без проблем. Про сертификацию именно что? Как бы академия не обязательно? Академия... Смотрите, вы можете обучаться у нас. Сертификацию вы проходите в центре сертификации. Это третья компания. Она не имеет никакого отношения ко мне. Почему? Для того, чтобы вы мне не дали взятку. Я вам на шару не выдал CCNA или другой сертификат. Поэтому есть третья сторона. Где найти центр сертификации? Нужно зайти на сайт wuye.com wuye.com И, собственно, выбрать там Cisco Systems. И в Cisco Systems вы можете найти центр сертификации, который к вам близко. Ну, например, у нас на прошлой неделе студент из Челябинска, зовут его Виктор. Передаю привет Виктору. Сдавал сертификацию ICND1 и получил свой сертификации CDNT. Я его искренне поздравляю. Поэтому в Челябинске есть центр сертификации. Я не думаю, что вы где-то совсем там находитесь, где нету ничего. Они есть. Они есть во всех регионах. В каждом городе без проблем. Вот в Киеве их там 7 штук есть. Они между собой конкурируют эти центры сертификации. Поэтому, когда вы будете идти, я вам подскажу, в какой лучше идти. Почему? Ну, например, вы приходите в центр сертификации, вам там приносят кофе, делают массаж головы во время сдачи экзамена, поджигают сигарету, открывают окно и так дальше. То есть они между собой очень сильно конкурируют эти центры сертификации. Они максимально лояльны. Да, они вам списать не дадут. На шар вы сертификат не получите. Но поджать сигарету во время экзамена, открыть окно, сделать массаж головы, чтобы лучше думалось и так дальше. Это они вам могут сделать. Вы говорили про помощь трудоустройства. Опять спрашивает Александр. Как это происходит? Вы за руку в компанию отводите или как? Коллеги, мы максимально готовы для того, чтобы вы прошли все уровни собеседований. То есть вы выбираете вакансию? Да, мы выбираем в первую очередь вакансию. Дальше смотрим, что туда нужно. Показываем ее вам. Вы смотрите, говорите, да ну это не хочу, это хочу, вот это хочу. Соответственно, мы смотрим требованиям. И мы готовим те скиллы, которые нужны для работы в этой компании. Мы в рабство не продаем. Вы поймите, контракт на работу, чтобы получать в Европе 2000 евро, чтобы в Москве получать 150 тысяч рублей или 220 тысяч рублей. Есть очень хорошая вакансия вот в Краснодаре. Краснодар, Стройгаз, 220 тысяч рублей. Коллеги, это не в Москве. Пожалуйста, бери работать, уровень CCNA. Соответственно, вы сами подписываете заявление, что прошу зачислить меня на работу. Вы сами подписываете контракт. Я вас в рабство не продаю. Мы не занимаемся работорговлей и, по-моему, за это садят в тюрьму. Кажется. Если берут на работу в ЦИСКО, что там по языкам надо? Значит, для того, чтобы работать в компании ЦИСКО, нужен базовый английский. Что вас будут спрашивать? Вам позвонит рекрутер из Лондона и спросит, как вас зовут. Вы должны ответить. Соответственно, много студентов, вот те студенты, которые к нам приходят, 35% не знают, как их зовут на английском языке. Нужно сказать по буквам, по буквам, важный нюанс, по буквам на английском языке, как тебя зовут. Соответственно, если вы называете ваше имя, фамилию, дальше вас спрашивают, откуда вы, в каком часовом поясе живете, какая у вас погода и, собственно, в что вы одеты. Девушек обычно спрашивают, замужем они или нет. То есть, те курсы, которые проходил год назад в Академии, они, как бы не курсы, а книга, они обновляются регулярно? Да, значит, еще раз, значит, вы получаете пожизненный доступ к учебникам Академии ЦИСКО. В этом, вот за последнее время, дважды обновлялся учебник. Это в декабре и в мае. Собственно, два раза обновлялся учебник, и он сейчас доступен в самый новый сессионный, третьей версии. Без проблем по нему можно учиться. Так, еще вопросы будут, коллеги? Тогда мы заканчиваем трансляцию, думаю, если нет вопросов. Коллеги, спасибо вам большое за внимание, был рад вас видеть, слышать. Пишите комментарии, пишите ваши вопросы, мы с удовольствием будем вам помогать. Будет запись. Как в обучении, так, собственно, и в трудоустройстве, в поиске хороших вакансий, в прохождении более крутых курсов для того, чтобы повысить в разы свою зарплату. Все это будет. Пожалуйста, пишите ваши пожелания, мы максимально открыты для работы с вами. Все говорят спасибо, вам спасибо за вопросы. Будет обязательно запись, ее можно будет посмотреть, она будет доступна в архиве видеозаписи нашей группы. И на стене. И на стене. Опубликуем. Все, пока. Пока, пока, пока.